30 лет на посту президента. Неординарная личность, политик, который вернул Египту статус лидера в арабском мире. История Хосни Мубарака в нашем сюжете. Внесение реформ – это внутренняя политика. Я отвечаю требованиям народа. Хосни Мубарак отвечает требованиям народа 30 лет. Он четвертый президент Египта с русским образованием. Это помогало ему вести переговоры с официальными лицами Российской Федерации. Военный, политический и государственный деятель. В период Суэцкого кризиса принимал участие в боевых действиях. В 1967 участвовал в арабо-израильской войне. Долгое время служил в египетских ВВС. Отличился, за что третий президент Египта Анвар Саддат назначил Мубарака на пост вице-президента страны. С 1979 года Египет оказался в изоляции от всего арабского мира. Причина – Кемп-Девицкий мирный договор с Израилем. Хосни Мубарак, придя к власти в 1981 году, восстановил дипломатические отношения с Лигой арабских государств. Будучи президентом, в отличие от своего предшественника, начал активную борьбу с коррупцией. Многие чиновники были отданы под суд. Хосни Мубарак заслужил звание крупнейшего государственного лидера. По всем квалификациям, арабским, неарабским, тот Египет – сильная, большая страна. Страна-лидер, играющая очень важную роль на мировой политической арене. Вот такая эпоха Мубарака. В 1999 году правительство приняло решение о продлении президентских полномочий на 6 лет. На выборах 2005-го Мубарак был переизбран большинством голосов в пятый раз. За 30 лет правления на Хосни Мубарака покушались 6 раз. Террористы обстреливали его лимузин, но небеса к нему были благосклонны. Однако режим Хосни Мубарака зашатался. Уровень безработицы в стране достиг рекордной отметки. Вдохновленные примером Туниса, египтяне вышли на улицы. «Лучше жить в пустыне, чем при таком бесчестии. Он должен убраться из страны. Нам нужна свобода». Но что бы о нем ни говорили, за три десятка лет правления страной президент Египта был награжден высокими военными орденами – звезда Синая, ожерелье Нила. Сторонники политики Мубарака в азербайджанском городе Хырдалан даже установили своему идолу памятник. Сейчас требуют его снести. Аналитики тем временем гадают, кто придет к власти после Мубарака. «Естественно, демократам придется очень трудно. В стране такого типа, как Египет, нужен определенный срок, период, дистанция. У исламистов, конечно, есть под собой почва традиционная». Радикальные исламисты – это организация «Братья-мусульмане», деятельность которой Мубарак запретил. Однако в ходе последних парламентских выборов представители «Братьев» прошли в высший законодательный орган страны. Организация активно участвовала и в акциях протеста. Кстати, Косни Мубарак неоднократно критиковал Запад за лояльное отношение к «Братьям-мусульманам». Лана Варсимашвили, Аркадьева Дачкория, канал ПИК.